готовим очень вкусную зеленую фасоль значит фасоль поставили вариться чуть-чуть подсолила я воду это у меня замороженная фасоль но в россии свежую найти это очень сложно вот и она очень быстро готовится вот это замороженная одновременно я делаю зажарку вот поставила жарится лук лук мелко нарезала лук пожарился добавляю помидор измельченный добавляю ложку томатной пасты это так для цвета все зажарка у нас готова фасоль у нас сварилась я слила лишнюю воду оставила столько сколько мне надо чтобы можно было макать хлебушком вот она еще немножко выварится остальное слила пока зажарку делала фасоль быстро сварилась эти замороженные фасоль очень быстро варится добавляем сюда зажарку дальше сюда у нас идет немного сушеного базилика если будете делать летом со свежей фасолью то лучше конечно свежий свежий базилик немножко черного перца немножко курку мы совсем на щепотку всего добавляю чуть-чуть острого перца это по вкусу соль вначале немножко солила когда поставила вариться поэтому пока мало добавляю пол чайной ложки хмели-сунели фасоль у меня было пакете 700 грамм те самый главный ингредиент хмели-сунели он очень вкусный аромат и вкус добавляю кинзу и немного укропа здесь у меня зубчик чеснока все это вместе все добавляем все перемешиваем убавляем огонь немного тушим чтобы все перемешались вот жидкость еще раз говорю оставляйте столько сколько вы хотите чтобы можно было макать можно добавить картошку мелко кубиками можно и не делать закрываю крышку хмели-сунели значит кинза чеснок здесь главные ингредиенты вот именно они дают очень такой очень вкусно получается закрываем минут пять еще потушится чтобы все вкусы смешались и все можно уже подавать все убрала я с плиты посмотрите почему я сока много оставляю потому что сок у него вот с этими ингредиентами получается очень вкусно я вот очень люблю его макать хлебом даже больше чем саму фасоль вот поэтому я оставляю вот столько вы можете его сделать меньше больше на свое усмотрение если добавляете картошку то вот так вот и даже чуть-чуть еще больше водички не будет как уже полноценный супчик очень вкусный а можно вот так вот можно еще меньше водички сделать и сделать как бы какому-то мясу гарнир такой да тоже получается очень вкусно все подается они ну и в россии простокваша и богатых добавляем сюда соль и чеснок вот поливаем вот этим соусом можно просто со сметаной тоже покушать если не найдете все получается очень вкусно попробуйте на меня все надеюсь вам все понравилось всем пока пока а